В Казахстане создадут единую информсистему учета движения мигрантов сразу по 13 направлениям. Об этом сообщили в Комитете миграции. Это позволит вести единую учет иностранцев и граждан Казахстана, пересекающих государственную границу по целям пребывания и срокам их нахождения. Затронули вопрос скандасов и россиян, продолжающих пребывать в страну. Точных данных о проживающих за рубежом кандасов нету. Приблизительно около 6 миллионов человек сказали в Комитете по миграции. Для них планируют выпустить 100 карт, и это будет специальная виза от Ажола. С момента обретения независимости в республику прибыл 1 миллион 105 тысяч 700 этнических казахов. Виза, которая дает право получить вид на жительство, жить в Казахстане, получить все же права, как и казахстанцы, кроме права выбора, участвовать на выборах, политических прав. Остальные все права у них будут. Они могут здесь создать предприятие, работать, привлекать иностранную рабочую силу. В дальнейшем они смогут получить гражданство, и эту карту, уточнили в Комитете, дает вид на жительство. То есть все права, кроме политических. Озвучили тут количество прибывших россиян в первую волну мобилизации. Фактически с начала года, если с начала года, то около трех миллионов россиян приехали по разным вопросам, по разной своей деятельности. Ну, выехали тоже примерно такое же количество. Но начиная с 21-го, со дня объявления частической мобилизации, в нашу страну прибыло 837 тысячи, выехало 780. По разным причинам в стране находится 298 тысяч примерно россиян. Из них 30 тысяч уже работают, имеют регистрацию временного проживания. Еще среди них около 20 тысяч студентов. Но и не только россияне. Казахстанцы, пользуясь правилами ЕАЭС, также перемещаются по России, а также Беларуси, Армении и так далее. Сейчас разрабатывается специальная электронная система, которая дает возможность через специальное приложение подать заявку в МИД, комитет по инвестициям и так далее. Потом желающие получают визу А5, в соответствии с которой смогут запустить в Казахстане свой бизнес. Налог на роскошь станет одним из новшеств обновленного налогового кодекса, который представит в парламент в следующем году. Спикер Сената прокомментировал этот вопрос. Ранее президент анонсировал введение налога на роскошь. Это уже вторая попытка заставить обеспеченных казахстанцев платить в казну больше денег. Новый налог коснется только высшего класса, менее чувствительного к экономическим переменам. Запрос на равенство в казахстанском обществе назрел давно, говорят политики. Ведь разница в доходах богатых и бедных из года в год только увеличивается. Поэтому налог на роскошь общество примет. На самом деле в стране уже был такой налог. Отменили его в 2007. И похоже, что в планах Кабмина его возродить. Сейчас по существующей схеме владелец 30 квартир, каждый из которых стоит 20 миллионов тенге, платит 46 тысяч тенге. Теперь квартиры площадью более 300 квадратных метров, жилые дома, дачные, загородные дома площадью более 400 квадратных метров будут облагаться повышенным налогом. Налог на роскошь планируют ввести в Казахстане уже в 2024 году. Уже осенью 2023 года поправки в налоговый кодекс представят в Можилисе. Налог на роскошь будет взыматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс. По крайней мере, об этом говорил президент Токаев. Должен быть налог на роскошь и через налог на роскошь и другие механизмы стоит задача перераспределения национального дохода в нашей стране. Поэтому через соответствующую программу, через развитие предпринимательства, через стимулирование предприятий повышать заработную плату работникам в этом направлении тоже работа ведется. Также планируется налогообложение граждан, которые владеют несколькими объектами недвижимости. Условные примеры это яхты, спорткары, зарубежные виллы и личные самолеты. Так ориентировочно под такой налог подпадает авто, цена которых начинается от 60 миллионов тенге или 100-150 тысяч долларов и выше. Например, Астон Мартин, Бентли, Феррари, Ламборджини и Мазерати. Так говорил министр экономики Хуантеров. А политологи говорят, что немного людей в стране владеет яхтами и самолетами. К тому же имущество может быть зарегистрировано на других людей. В Казахстане, наверное, есть всего несколько владельцев автомобилей стоимостью в миллион долларов. Тем не менее, в Казахстане уже насчитали 720 хозяев недвижимости с ценником свыше 100 миллионов тенге. Кроме того, экономисты предупреждают, что богатые люди могут оформлять имущество, например, машины на компании или оформлять как временный ввоз на какие-то очень дорогие автомобили или яхты, либо держать это в других странах. Перед введением налога на роскошь, говорят экономисты, сперва необходимо окончательно ввести всеобщую декларацию доходов населения. Поржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Насытить подсолнечным маслом республику намерен один из заводов Восточно-Казахстанской области. Об амбициозных планах предприятие рассказала вице-министру торговли и интеграции. Арман Шакалиев посетил регион и сам убедился в возможностях завода. Тем временем, нерешенные проблемы агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в целом все еще требуют своего решения. Современный унифицированный маслоэкстракционный завод мощностью 200 тысяч тонн масла в год запустили в Восточно-Казахстанской области, который сможет обеспечить регионы своим маслом, а также отправить подсолнечное масло на экспорт. Восточно-Казахстанская область занимает первое место по размеру посевных площадей подсолнуха в республике. И наличие в данном регионе достаточной сырьевой базы способствовало в 2019 году началу возведения крупнейшего завода. Стоимость его 28,8 миллиарда тенге, мощность переработки семян подсолнечника составила 1000 тонн в сутки. В целом к 2025 году планируется реализовать 800 инвестпроектов по развитию АПК. Об этом сообщил глава Минсельхозы, и до конца текущего года будет реализовано 237 проектов на сумму 295 миллиардов. В настоящее время введено в эксплуатацию 227 проектов на сумму 214 миллиардов тенге. Это 96% от общего плана. До конца 2025 года будет дополнительно введено овощехранилище общей емкостью 135 тысяч тонн. Это позволит закрыть недостающую потребность республики в овощехранилищах. Для снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ, в рамках которого за 2021-2022 годы при плане 181,5 тысячи тонн хранения введено 201,1 тысяч тонн или 111 процентов. В рамках поручения главы государства по развитию института зерновых расписок будут внесены изменения и дополнения в действующее законодательство в части признания зерновых расписок залоговым обеспечением для целей кредитования, а также рассмотрена возможность создания на государственном уровне специального фонда гарантирования, по аналогии с обязательным гарантированием депозитов, размещенных в банках второго уровня, которые гарантированы на 100% в пределах установленного лимита. Уже началась реализация проекта по повышению доходов сельского населения через активное развитие сельскохозяйственной кооперации за счет микрокредитования. За семь лет на эти цели планируется направить 1 триллион сенге с охватом более миллиона сельчан и вовлечением в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств с созданием более 350 тысяч рабочих мест. Только в 2023 году на реализацию проекта Акиматом всех областей будет выделено 52,4 миллиарда с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов и созданием более 12 тысяч рабочих мест. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42 Животноводам предоставят льготные кредиты. Об этом стало известно в ходе заседания с участием аграрии в Уральске. Животноводство – это ведущая отрасль агропромышленного комплекса Западно-Казахстанской области. Вопрос развития этой сферы сегодня наиболее актуален. Наши корреспонденты продолжат тему. Сегодня в Западно-Казахстанской области численность поголовья крупнорогатого скота мясного и молочного направления составляет 790 тысяч голов. Этот показатель вывел регион на первое место по республике. На примере Северо-Казахстанской области планируется разработать комплексный план до 2025 года. Субъектам аграрно-промышленного комплекса предоставят льготный кредит на 8 лет с номинальной ставкой вознаграждения до 4%. В рамках проектов планируется создание молочно-товарной фермы, запуск мясоперерабатывающего предприятия. Вод в оборот орошаемых земель, строительство овощехранилищ. Также на брифинге были озвучены вопросы развития птицеводства, освоения пустующих земельных участков, водоснабжения сельскохозяйственных угодий. В предстоящие три года на поддержку отрасли сельского хозяйства из бюджета предусмотрен 61 миллиард тенге. 22 миллиарда из них выделено в текущем году. В 2022 году выделено 20 миллиардов тенге кредитных средств. По программе лизинга приобретено 742 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму около 9 миллиардов тенге. По области ведется работа по реализации проекта развития молочного и зеленого пояса на 2022-2025 годы. В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур по Западно-Казахстанской области составила 586 тысяч гектаров. Собрано 319 тысяч тонн зерна со средней урожайностью 16 центнеров с гектара. В прошлом году урожай зерновых составил 176 тысяч тонн. В текущем году область имеет самые высокие показатели за последние 10 лет. Марина Горбука, Айбулат Жигапар, Александр Грабрев, ТДК-42. С целью улучшения состояния автомобильных дорог по поручению главы государства в текущем году в Западно-Казахстанской области запланирована реализация 61 проекта. 22 из них являются переходящими с прошлого года. В целом на реализацию этих проектов выделено 27 миллиардов тенге. Ремонтом планируется охватить свыше 350 километров автодорог. В текущем году из 61 проекта по дорожному строительству были достигнуты результаты по 27. 11 введены в эксплуатацию. Пять объектов остались нереализованными из-за недобросовестной работы подрядчиков и ряда судебных разбирательств. Кроме того, из-за дефицита битума, нехватки вагонов для доставки материалов, а также нехватки топлива, работы по 17 проектам были прекращены досрочно. По итогам проведенных работ за 11 месяцев по дорогам местной сети областного и районного значения было отремонтировано 246 километров. И в результате их доля в хорошем удовлетворительном состоянии достигла, как я ранее говорил, с 39% до 46%. По результатам проведенных строительных и ремонтных работ 37 сельских населенных пунктов с населением 18 тысяч человек обеспечены дорогой с жестким покрытием. На период зимнего сезона дорожные работы приостановлены. Ведется подготовка к следующему году. На 2023 год на ремонт автодорог выделено около 22 миллиардов тенге. На 2023 год запланирована реализация 71 проекта по ремонту 274 километров автодорог областного и районного значения. На сегодняшний день уже проведены конкурсные процедуры по 18 проектам. Определены подрядные организации. Разрабатываются проектно-сметные документации для ремонта таких автодорожных участков, как Барбастау Акжаик Индер, Чипай Жангала Сайхин и Аугай Жилпахтау Жудас Карасун. Марина Горбук, Айбулат Жигапар, Александр Грабурев, ТДК-42. Ко дню независимости в Уральске прошел турнир по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями. В состязаниях приняли участие 30 человек. За ходом встреч наблюдали наши корреспонденты. Настольный теннис каждым годом привлекает все больше людей с ограниченными возможностями. Данный вид спорта очень популярен, так как здесь проявить свое стремление к победе могут практически все желающие. Участников соревнований, проводимых на регулярной основе, с каждым годом становится больше. В мастерстве владения ракеткой могут помериться как опытные спортсмены, так и новички. Сегодня мы проводим турнир среди людей с ограниченными возможностями. Турнир по настольному теннису, посвященный Дню независимости Республики Казахстан. Этот турнир у нас ежегодно проводится. Участвует более 30 участников, спортсменов. Соревнования проходят очень интересно. Они с удовольствием участвуют. Одним из тех, кто посвятил свою жизнь настольному теннису, является 11-кратный чемпион Казахстана и победитель международных турниров по волейболу сидя Азон Шаймарданов. Он также является многократным чемпионом Республики по пауэрлифтингу, мастером спорта международного класса по армрестлингу. Азон Шаймарданов отметил, что у всех участников турнира хороший настрой. Тренируюсь, скажу, учусь именно по настольным теннисам. Уже участвовал на спорта хедра, также участвовал на чемпионат Казахстана. И, как говорится, как член сборной Казахстана, в области выступил. И буквально в этом году проводился в городе Уральском чемпионат Казахстана. И там мы выступили, наш западный Казахстан. Хорошие показания результата. По итогам соревнований победители ждут награды и медали. Альбина Каленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!